Качество дорог Актубе долгое время вызывает нарекания со стороны автомобилистов, ведь на ямах и колдобинах ломаются их легковушки. Городоначальник Асхад Шахаров, который на протяжении нескольких месяцев презентует проекты по строительству дорог, знает о проблеме, но просит немного подождать. Укладывать качественный асфальт дорожные подрядчики начнут в жаркие дни. Наверное, самая насущная тема городских автомобилистов – выбоины на улице Тургенева, хотя ее отремонтировали пять лет назад. После запуска кольцевой развязки под пятым мостом поток машин здесь увеличился. Но не нагрузка – причина разбитой дороги. О качестве работ мы всегда открыто говорим. Если это сделано некачественно, мы заставляем переделывать. Улица Тургенева тоже в судебном порядке. В 2018 году компания сделала некачественно, но мы успели вынести судебное решение, пока не истек срок гарантии. Соответственно, эта компания в этом году будет верхний слой переделать полностью. Автомобилисты сетуют, что устали ездить по разбитым дорогам, легковушки ломаются прямо на ходу. Вообще ужасно, прям ходовку разбивает. Вот недавно этот баллон пробил. Где-то были плохие, как говорится, латки наложили, но все равно. Где-то асфальт положили, тоже молодцы. Но в основном недоволение дорогами. А по полу вы езжаете? Конечно, выезжаю. Хромталовская дорога вообще ужасная стала. Район Ярмарки, Кирпичный, Тургенево, Рыскулова, Моресево. Моресево, там уже ужас. Да везде по городу, если честно. Как часто ремонтируете машину? Блин, постоянно. Вот сейчас еду ремонтировать на данный момент. Тургенево за 10 лет уже три раза делали. Только по кругу ходят, одни и те же дороги делают, а другие дороги не делаются. Везде это рассыпается. Кобзево рассыпалось. Акимжаново до Крыстулево сделали нормально. Ниже Крыстулево до Нокин тоже он рассыпается. Ремонт будет, но пока ямочный. Аким Актоби объяснил, что качественный асфальт требует высокую температуру. Средний капитальный ремонт мы еще не начали делать. Погодные условия пока не позволили. Пока идет ямочный ремонт, и те участки дорог, которые уже не пойдут только ямочным ремонтом, приведут в соответствии, соответственно, мы просто снимаем слой и ложим полностью. Это улицы Тайбекова вчера мы ложили. И хочу отметить, что эта технология щебеномастичный асфальтный бетон ложится плюс 20-25. Всего в областном центре отремонтируют порядка 50 улиц. Самый ожидаемый ремонт на Акжарской трассе спонсирует и республиканский бюджет. Все остальные проекты финансируются за счет региона и из городских средств. 20 переходящих. Это средний ремонт, который в прошлом году мы начали, в этом году завершим. Есть проекты по капитальному ремонту. Это в основном населенные пункты в черте города. Также 20 проектов по среднему ремонту мы в этом году выделили с городского бюджета. В этом году начинаем. Также большие проекты. Это Ажарская трасса, вы знаете, проблемные у нас. Из республиканского бюджета выделены средства. В этом году мы процентов на 80-90 завершим. Также у нас есть большой проект на 22. Это Тавлистык и Мустафа-Шухая. Восьми и шести полосы соответственно. Процесс принятия работ по ремонту дорог не бесхозный. С прошлого года в регионе появился центр качества дорожных активов. В 2021 году специалисты надзорной организации проверили 58 улиц. Забракованными оказались шесть новых покрытий. Дефекты в основном по ровности, толщине и уплотнению полотна. Центром были отобраны дорожно-строительные материалы, испытаны и были предоставлены протоколы заказчику. С самого основания центра в 2020 году районные центры не все заключали договора. В 2021 году благодаря Акимов области и городу Ахтюбе были заключены договоры с 12 районов из 12. Также были заключены договоры с городом Ахтюбе и областными управлениями обстановленными дорогами. В этом году центру предстоит большая работа. Помимо городских, в регионе отремонтируют более 700 километров автодорог. Все работы будут под постоянным контролем специалистов центра.